Здарова всем, ребята, я Кентапок в этом проводе, и прямо сегодня мы с вами поговорим про новогоднее обновление, про дату обновления и про многое другое. Кстати, кому интересно, то в прошлый раз, когда я снял подобные видеоролики, я угадал точную дату обновления, поэтому надеюсь в этот раз я тоже не прогадаю. Ну что же, братва, всем вам желаю удачного просмотра, а мы начинаем. Почему же я вообще решил снять данный видеоролик? Да потому что все у меня начали спрашивать, Кентапок, когда выйдет новогоднее обновление. Я за щекой смотрю на календарь, так ёлки-палки, новогоднее обновление должно выйти уже скоро, потому что до нового года осталось 2 недели, ну чуть более 2 недель. Поэтому прямо сегодня я вам расскажу про дату обновления, что добавят новое обновление, а также расскажу про новый режим, да-да-да, его уже слили, и как обычно через пакеты. Через пакеты БМВ, ха-ха-ха, ладно, сейчас через пакеты данных. Ну а чтобы получить данные замечательной керамиды университета, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал, во-вторых, написать в комментариях свой ID, и в-третьих, самое главное, посмотри все видео целиком, без примоток. Всем желаю удачи! К вашему вниманию представляю обновленный сайт GG Standove. На него добавили новые кейсы и добавили новые скины с обновления 0.400. И конечно же, в честь обновления на новые кейсы скидка 50%, тут ты можешь выбить даже перчатки. Тут есть бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получаете еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получаешь 40% обратно к пополнению. Также у них проходит конкурс на голду. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standove, мой выбор. Ну что же, ребятки, самое интересное я оставлю на потом, но начнем мы с разминочки. Это новый режим. Конечно же, всем интересно, что же это за новый режим. Ребят, конечно, это баян, но новый режим это Гринч. Потому что слили пакеты там, где было написано, что Гринч уже тестируется, поэтому, ребят, новый режим Гринч. Но я вам скажу так. Для того, чтобы предоставить еще один про, что новый режим будет именно Гринч, вот мы переходим в официальную группу разработчиков, и вы посмотрите, что же тут написано. Злобный Гринч задумал взорвать праздники и в этом году, но Сандов все-таки сумел добраться до App Store. То есть опять какой-то режим с Гринчом, опять какой-то режим, который мы поиграем неделю и просто-напросто забудем. Конечно, большое спасибо, но, ребят, эти новогодние режимы, они очень быстро надоедают. То же самое, что и тыквенный беспредел. Вроде бы круто, но спустя одну неделю мне уже лично очень сильно надоело. Так, ребят, ну если мы уже в официальной группе находимся, давайте посмотрим, когда же в прошлом году вышло обновление. А в прошлом году обновление вышло какого? Какого? 30 декабря. То есть делаем вывод, что вполне вероятно, что и в этом году обновление выйдет 30 декабря. Но нет же! Знаете почему? Да нет же! Да потому что если мы по листам в этой группе, ребят, у разработчиков с 2020 года пошла такая тенденция Добавляет нам все трейлеры. Поэтому, ребят, мы с вами будем ждать в начале трейлер, а потом спустя пару дней после выхода трейлера Мы будем ждать новогоднее обновление. И опять же мы находимся в официальной группе разработчиков. У них есть пост, что они планируют добавить в 2020 году. Мы просто сделаем вывод, все, что они не добавили, это означает, что то, что они не добавили, будет в этом новогоднем обновлении. Ну что же, ребятки, внимательно отсчитаем. Новая модель соревновательного режима, да, есть в прошлом обновлении. Масштабное обновление анимации от третьего лица. Да, вроде бы тоже добавили, ребят, добавили новую анимацию, очень круто. Теперь можно очень классно наблюдать. Дальше карты. Кстати, обещали изменить абсолютно все карты, поэтому, ребята, я жду, я жду новогоднее обновление, изменение абсолютно всех карт. И жду какие-то новогодние плюшки. И самое главное, я хочу, чтобы карту Синдстон хоть немножко изменили и немножко сбалансировали. То же самое и карту Раст, потому что карта Раст, она капецко не сбалансирована. Посмотрите, ребят, просто игры киберспортсменов. Никто не играет на пункту Б, все играют только на пункту А. Так, ну что же, читаем дальше. Развитие кланов. Да, это тоже есть. Кланы действительно развиваются. И за это большое спасибо разработчикам. То, что они добавили рейтинг клана, плюс добавили битву кланов. Ну, правда, это никому не надо, но все же, это есть. И самый главный переход на сетевую архитектуру клиент-сервис. Что же это означает? Вот вы смотрите и не понимаете. Хоть нам и обещают, это уже три года. Но надеюсь, что именно в этом году все-таки это уже добавят. Это означает то, что у вас не будет пинга. Никого не будет пинга. Не будет лагов. Не будет щитов. Ничего вообще не будет. Будет клиент-сервер. И, ребята, мы все будем радоваться жить. Чтобы вы понимали, в любой, почти в абсолютно любой нормальной игре, у всех уже давно клиент-сервер. Даже в том же блок-страйке клиент-сервер. Поэтому я очень надеюсь, что стенд-офф не будет исключением. И тоже будет клиент-сервер. Так, ну что же, ребят, смотрим дальше. Мастерская. Кстати, кстати, кстати. А нам-то уже обещают два года мастерскую. Поэтому, ребята, будем ждать. Просто представьте, то есть каждый из вас сможет добавить свою карту из Unity. Обалдеть. Очень круто. Обмен, обмен, обмен. Ну, по поводу, ребят, обмена. Нам сказали, что, скорее всего, обмена не будет. Ну, в связи с тем, что слишком много кидал, обмена не будет. Это, ребята, конечно, очень-очень плохо. Ну, вот так вот мы уже знаем точный список обновлений, которые 100% будут в этом новогоднем обновлении. Также, ребятки, насколько мне известно, то, что очень скоро заканчивается этот голд пасс. А это означает что? То, что разработчики хотят зар... Кхе-кхе-кхе. То, что добавят новый голд пасс. Поэтому, ребята, на Новый год будем ждать новый голд пасс. Также новый голд пасс означает то, что возможно... Вот вы еще просто обалдите, но возможно уберут кейс. Скорее всего, это будет Фьюриас Кейс, потому что он следующий после Ориджин Кейса. Поэтому, ребят, если Фьюриас Кейс уберут, то я их на всякий случай закуплю. Поэтому, ребята, следите дальше за моим каналом, потому что я обязательно сниму про это видеоролик. Ну и следовательно, когда выйдет новый голд пасс, старый голд пасс выйдет на рынок. А что же это означает? То, что когда мы выберем вот эту ревел-коллекцию, мы сможем купить себе перчатки и так далее. То есть цены на все скины упадут. Ну а потом сразу же, когда они выйдут на рынок, после этого, после этого, еще и выйдет новогодняя коллекция. Там будут еще новые скины. То есть цены на рынке просто-напросто рухнут. Поэтому мой вам совет. Пока что держите голду. Да, ребят, мы будем бустить. Я не забыл про бульс, я помню Но надо выждать подходящий момент, чтобы мы не просрали И все, как я в видео с АВМ Спорт В2 Ну что ж, дорогие друзья Я постарался не как другие ютуберы Чисто лить воду Я постарался реально вам дать полезную информацию Ну пожалуйста, поставьте лайк Подпишитесь на мой канал Напишите любые хорошие комментарии